Бета-версия второго StarCraft Но обо всем поподробнее немножко позже Давайте начнем с обзора возможностей Бета-версия Первым делом, когда мы заходим на сайт, мы попадаем на главную страницу И через нее будем сейчас разбираться, что же делать с самой Бета-версия Есть у нас опция игра в сети Здесь мы можем выбирать различные типы игры Это 1х1, 2х2, каждый сам за себя И соответственно выбирать трассу Так же самое есть, это рейтинговая система Есть еще и сетевая игра Там мы можем зайти, сыграть с другом своим или поставить компьютером Также здесь присутствует рейтинг То есть вот идет у нас бронзовая лига Серебряная, золотая и платина Вот сейчас я в своем дивизионе в платиновой лиге занимаю первое место Достаточно много сильных игроков Очень тяжело приходится с ними играть Но игра новая, придумаешь постоянно какие-то хитрости И это в принципе как бы очень интересно Дальше мы можем посмотреть детальную информацию о каждом из игроков Конечно в бета-версии многие функции недоступны Но есть такие как число победных серий Сколько игр ты подряд победил Основная твоя раса, любимая карта и тому подобное Также присутствует просмотр реплеев И конечно же, что самое интересное Можно будет просматривать реплеи с предыдущих версий То есть вот такая вот у нас из новинок Notions Ну давайте попробуем сыграть То есть для того, чтобы сыграть, мы должны начать поиск игры И вот сейчас вот автоматически нам система Battle.net подберет кого-то игрока достаточно сильного Стараются, конечно, подобрать по уровню игры То есть у меня сейчас где-то 1750 аточей Я нахожусь в платиновом дивизионе Это самый сильный дивизион Самая сильная лига, точнее Которая разбита на 5 или 6 дивизионов на данный момент И конечно же система старается найти как можно более опытного и сильного игрока Итак, карта у нас в этот раз получилась дуэльная И вот, собственно говоря, сама игра Протосы очень сильно преобразились Достаточно такая вот красивая получилась у нас раса Я не говорю, что Зергии или Террана некрасивая Но протосы, они так вот сейчас все посмотрите Появляются строения, телепортируются войска В общем, очень ярко и красочно Конечно, мы вот обладаем, нужно обладать хорошими манерами Желаем успехов игроку Тоже как бы тут часто приходится отвечать на вопросы Чатиться со своим оппонентом Даже в конце игры бывает, когда он Ты проигрываешь или противник проигрывает Нужно написать ГГ, сдаться Бывают возникают некоторые вопросы, конечно И с этим игроком я уже не первый раз встречаюсь Достаточно такой сильный Зерг И с ним как бы расслабляться не приходится Нужно ждать от него всяких хитростей, подлостей Потому что сейчас игра новая Нету таких вот стопроцентно работающих тактик Вот бывает придумали какое-то развитие Буквально один-два дня оно поработало И сразу же контрмеры к нему другие игроки придумали То есть вот все меняется Нету таких вот основных моментов Вот в первом Старкрафте, конечно, было у нас быстрый раш То есть атака, например, с двух бараков, с центра карты Здесь это тоже можно делать То есть основная тактическая база осталась И применяется с первого Варкрафта Много мы видим игроков с Варкрафта Перешедших сейчас и тестирующих бету Откровенно сказать Им тяжело адаптироваться Так как с третьего Варкрафта Это, конечно, большая разница Да, немножко динамика похожа на третий Варкрафт Но тактическая схема и то, что у игроков нету героев Это очень, конечно, тяжело Тяжело сразу привыкнуть к этому игрокам Варкрафта Но, в принципе, отыграв игр 100 Можно вполне быстро, относительно быстро освоиться Ну, мы видим, что у зерга здесь строится Уже достроен У нас достроен рассадник И, конечно же, нужно перестраховаться Вот первым делом, как бы Не видел, сколько личинок есть у моего противника Поехал встретить Я сегодня второй хатчер Заказал себе форж То есть это знание, после которого я смогу Заказывать фотонные пушки Если зерг пойдет в быструю атаку То есть большим числом собак Если я закажу одну фотонную пушку И несколько зилатов в проходе отобьют большое число собак А сам в это время добавлю второй газ И уйду в развитие То есть игра преимущества будет у меня в развитии И впоследствии я смогу победить Но так как я не увидел большого числа собак Я фотонную пушку не строю И вот сейчас вот время приходит для того, чтобы заказать кибертическое ядро Нужно уходить в развитие Мы тут делаем имитацию атаки двумя зилатами И конечно же нападаем У Протаса появилась очень удобная функция Которая доступна вам практически с самого начала игры Это возможность Нексуса Кидать такую возможность, как искажение времени Что в ней такого интересного? Она ускоряет производство войск или рабочих на 50% Достаточно вначале вы можете быстро отстроить себе Достаточно большое число рабочих И при этом ваша экономика будет очень развита Следующей функцией этой возможности искажения времени Будет кидать эту способность на здания, в которых делаются усовершенствования Различные усовершенствования Или на бойцов, или же на атаку и защиту То есть оно увеличивает скорость усовершенствования на 100% Очень удобно Так как если вы хотите, чтобы в два раза быстрее у вас доделался Например, первый апгрейд на атаку То вы постоянно без перерыва будете кидать искажение времени И ровно в два раза ваше усовершенствование Быстрее доделается, чем у оппонента Который, может, заказал тоже усовершенствование на защиту Или на атаку в одно и то же время с вами Ну, конечно, тут уже дело ваше Что вы хотите быстрее строить рабочих Быстрее строить войска Или что быстрее у вас делались усовершенствования Эта возможность появляется раз в 25 секунд То есть всего у Nexus 100 энергии То есть с полной энергией можно 4 раза использовать эту способность Заказывают сейчас космопорт Это как корсар в первой игре Это очень мощный антивоздух против муталисков И я заказал вот такой вот магический юнит в Бараке Он предназначен для того, чтобы кидать различные магии Это, например, блок, который действует на протяжении 10 секунд И может кидать, кастовать защитное поле То есть все стреляющие юниты, которые будут на вас целиться Будет поглощать этот энергетический щит в течение 4 секунд Ну а вот сейчас я построил фениксов Своего рода истребители обладают очень высокой скоростью Очень маневренной И вот первым делом я нахожу первого ближнего к себе оверглорда Его сбиваю и сбиваю второго Как видите, я заказал себе бессмертного Или иммортала Я сделал это для того, потому что сейчас зерги любят делать большое число тараканов В самом начале игры и ими атаковать То есть имморталы очень мощный юнит в противодействии с этими тараканами Конечно, вот три самолетика я себе сделал Я уже как бы нанес достаточно большой урон своему оппоненту Сбив два оверлорда И вот сейчас, когда три штуки у меня собралось Я могу им полететь, начать уничтожать экономику То есть совершать диверсионные операции У него есть такая способность, как поднятие юнита в воздух И вот остальные, пока один самолет поднимает Остальные два могут спокойно наносить урон Но эта способность перезаряжается Вот видите, я без особого труда подлетел Убил моему оппоненту сразу четыре рабочих Но подошла королева И у меня подлетел черт-ослебитель И отлетел в сторону, чтобы перезарядилась энергия Тем временем подстраиваю все войска Вот так вот и вижу, что работает уже полным делом Третья хачере моего оппонента И нужно выходить в атаку Потому что технология моего оппонента развивается И вот сейчас вот у него скоро уже появился шпиль То есть появятся муталиски Если сейчас они нападут И вот они подлетают То буквально через одну-две минуты Будет столько муталисков Что я просто с фениксами с ними не справлюсь Поэтому нужно срочно выходить в контратаку И уничтожать зергу дополнительную базу У меня достаточно большой отряд Пока отлетал зергов Летал своими истребителями Получился два иммортала И пять или шесть зилотов Плюс один вспомогательный юнит Который есть различной магии Горилл может кидать защитное поле Ну в этот момент, конечно, зергу я сбил тайминг Очень жестко сбив оверлорды И вовремя вышел Просто-напросто ему сейчас нечем отбиваться У него была тактика рассчитана на то, чтобы построить большое число собак С трех хачерей ускоренных И на оставшийся газ муталисков Но моя тайминговая атака И неожиданно появившиеся истребители Наломали ему все планы Вот видите, практически без потери уничтожая всех муталисков А с собаками справляются зилоты и имморталы Конечно, иммортал больше боец Который подходит к борьбе с тяжело бронированными юнитами Вот зерг тут потихонечку отбивается Но в принципе сейчас ему нечем отбиваться от моего воздуха Вот я еще постоянно использую возможность поднятия юнитов И уничтожаю их, не теряя времени на это Сейчас просто мне нужно перегруппироваться и добить своего оппонента Ему сейчас даже попросту нечем будет отбиваться от моего воздуха Вот я залетаю и начинаю безнаказанно убивать оверлорды У зерга сейчас только остались одни собаки Газ весь он потратил на муталисков, которые пали их смертью храбрых Хотя он отбился от моей атаки Но сейчас ему как бы делать нечего Вот он начинает мне что-то писать Конечно выглядит, что ему нравится вот такое вот начало Очень как бы тактика Тяжело, да, тяжело с зергом играть против нее Нужно, конечно, тут что-то им другое предпринимать Это или строить гидралисков Или что-то другое И мой оппонент сдается Сдается, пишет гг и сдается Вот такая вот получилась игра Надеюсь, она вам понравилась И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok